The Apocalyptic Trilogy, или Трилогия Апокалипсиса, это три склеенных экстрим-демона в один невыносимый ад. Но с чего всё началось? Давайте поподробней. Присаживаемся поудобнее, сейчас мы отправимся в прошлое. Началось всё с Катаклизма в версии 1.9. В декабре 2014 года GGBoy, той создатель, выложил несколько превью к этому уровню, под последним из которых в описании сказал, что он будет сложнее, чем Некрополис и Делли Клапстеп, которые являлись тогда, на секундочку, пределами человеческих возможностей. Все игроки ждали с нетерпением выхода этого уровня, чтобы поиграть в него и прочее. 12 января 2015 года долгожданный легендарный Катаклизм выходит в свет, который проверил тот же GGBoy с использованием спидхака. Но так как в то время комьюнити не особо разбиралась в читах, все думали, что Катаклизм был верфнут легитным. Первый, кому удается пройти Катаклизм, становится Cyclic, самый скилловый игрок из 1.9 после Riot. Позже выяснилось, что он тоже прошел его нечестным путем. А тот, кто прошел его честным способом, первым во всем комьюнити является ранее упомянутый Riot. В 2016 году автор усложняет некоторые парты в Катаклизме. Именно поэтому в игре есть две версии этого уровня, а именно Old Cataclysm и обычный. Блудбафф. О нем бы я рассказал поподробней, но, увы, нет, потому что вся информация была на канале Riot, а мы все знаем, что его канал рипнулся. Расскажу, что сам помню. Первое превью уровня появилось на канале Riot еще в июне 2015 года, где он анонсировал как предстоящий экстрим демон мегаколлаб. Далее он берется за проверку его. Блудбафф планировался как безумно тяжелый в прохождении уровень, который сможет поднять стандарты сложности в игре на новый уровень. Все лето Riot занимался прохождением блудбафф, собирая на стримах большое количество зрителей. Уровень набирал все большую популярность. 12 августа 2015 года он наконец был пройден и выложен в сеть, сразу получив звезды и фичард. При этом перед финальной попыткой проверяющий умер на 94%, что стало его худшим фейлом. Афтермаф. Тут все сложно, ибо о нем ничего практически неизвестно. Известно то, что X-Zenity сделал его сиквелом к блудбаффу. Все, больше ничего. И вот, 22 декабря 2015 года, Zimner выкладывает... Выкладывает что? Выкладывает 3 экстрим демона, катаклизм, блудбафф, афтермаф, которые соединены в один уровень, и название ему автокейт баф. И лишь 15 января 2016 года выходит багфикс АКБ, А затем у Гуи Лестера 19 февраля 2018 года выходит видео, где он делает ран с 72 до 82. Ну и как мы поняли, он в рифер данной трилогии. И уже через день он делает 86%. И в этот же день Гуля сливается на 97%. Но и позже он просто взял и дропнул его, хотя у него был хороший шанс его вырифнуть. Вернёмся к 2017 году. 19 марта Zimner выкладывает приюне известного уровня The Apocalyptic Trilogy. Но по видео уже стало известно, что это задекорированный АКБ. 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 Субтитры делал DimaTorzok И вот, 15 февраля 2018 года, спустя год, выходит фулл ГП с декором. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо за просмотр, всем пока! ДимаTorzok ДимаTorzok